Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Супер хит всех времен и народов Девушки отдыхают 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 И еще посмеялись, мол, так они ничего не там вообще понимают, эти игроки, да? Вообще сегодня это проблема очень многих корпораций, этим уже заляпались почти все, что Sony, что Ubisoft, что Bethesda список будет очень длинный. Фанаты даже за них придумали не просто концовку, которую можно прикостылить, знаете, так к оригинальному сюжету, который будет еще так вот болтаться на соплях, а которая плавно, логически вытекает, сука, из всей трилогии. Что сделали BioWare? Приняли ее на вооружение? Нет, они потроллили игроков. О-хо-хо, мы тролли, мы скажем, что сделаем DLC, который ответит на все вопросы и решит все проблемы, а на деле еще больше всех выбесим. Хо-хо-хо, мы же тролли, это так модно сегодня делать хорошую мину при плохой игре. Просто пять с плюсом, молодцы, вот аплодисменты. И разумеется, признать поражение они не смогли, и до последнего держали ту самую хорошую мину при плохой в буквальном смысле игре, да только вот точку поставить им жадность не позволяет. Что они придумали своего за все эти годы? Восемь лет прошло, что они придумали? Антон! Да, молодцы. Я просто волосились с ним, так как, наверное, не было даже с Андромедой. Про Антон скажу вам позже, но если вкратце все плохо. Да, создать вселенную с нуля и сделать ее любимой для массы, еще и коммерчески успешной, это вам, знаете ли, не силовую броню поверх семейок напяливать. Тут нужно работать. Не просто работать, а выпучив глаза вджобывать. От слова джоб работа. Тут нужно стать настолько упоротым джобером, чтобы дым из ушей и из жопы прям вот валил сплошным потоком, затуманивая окрестности. А не так, что, ой, а давайте-ка мы повесточку включим, давайте-ка мы возьмем уже готовую и повтыкаем туда всякую гниль. Так популярную сегодня. Побольше геев, лесбуха, ритгарцев, трансов, небинарных, эмм, креатур. Вы уж извините, я просто во всем этом вообще нихрена не понимаю. За подробности введите к верту сексуалу. Он вам пояснит за лор, а я просто держу факел на готове. Для меня все это шушеры из одного разряда. Это диктат убогого меньшинства, который благодаря лицемерной политике вырвался на пьедестал и диктует волю большинству. Почему меньшинства? Вы почитайте мнение обычных людей на этот счет. Им там все это не нравится еще больше, чем мне. Прогрессивные компании, кстати, ощутили это на себе. Игры бьют все рейтинги. Потоком льются краснобайные рецензии о том, какая же игра замечательная. Продажи почему-то падают, потому что рецензии пишут не люди. Забавно, да? Эти критики давно оторваны от народа, как и режиссеры. И сами игроделы, в принципе, они понятия не имеют, чем мы с вами живем. У них свой мир, у нас свой. Такая вот интересная интересность. И все эти борцы за прогрессивность сами не являются целевой аудиторией. Точка. Целевой аудитории в принципе ничего. Они не играют в игры, не смотрят в фильмы. Не в том смысле, что вообще не смотрят и не играют. Все смотрят и играют так или иначе. Просто не в том ключе. Для них это как фон. Им пофиг, провалится киберпанк или нет. Они не будут в него играть. Они погоняют там во что-то там свое, там может FIFA какая-нибудь. Им хватит. Им все равно, какая картина возьмет Оскар. Они все равно не будут ее смотреть. Они будут смотреть какие-нибудь свои фильмы. И подозревая вот так чуть-чуть, да, что не те, за которые кричат, потому что никому не нужны эти пустышки. Все хотят нормальные игры и нормальные фильмы. Все. Даже они. Вот так. Поэтому сделай ты хоть всю игру, состоящую из темнокожего гея-трансгендера. Они тебя, конечно, похвалят, по головке погладят. Но игру-то не купят. А еще ее не купят нормальные люди, которые на этот гной смотрят так же, как и я. С отвращением. В итоге вырисовывается интересная картина, знаете ли. Создать новое тяжело. Да и доверие к нему в наше время будет подорвано уже на старте. Причем подорвано, вполне обоснованно, после такого трехцветного бума. Так давайте ж менять старое. То, к чему лежит душа, в данном случае игроков. А? Как вам идея? Они помнят и любят масс-эффект. Так давайте попаразитируем на нем сласть. Оденем розовые стринги и полетим в Андромеду. Подальше и подольше, чтоб никакого шепарда рядом не валялось, чтоб как можно осторожнее обойти эту больную тему. И там забахаем свой хит. Хит не получился. Получилась дрянь, в которую невозможно играть. Интересные моменты, разумеется, были, но таковые есть в любой поделке из гринлайта за 50 копеек. Что же делать? Может, одуматься и попробовать, ну, не знаю, извиниться и перезапустить вселенную? Или просто оставить ее в покое? Хе-хе-хе, да, хорошая шутка. Нет. Нет, зачем? Мы лучше выждем, попробуем поднять репутацию. О, смотрите, карпишин вернулся. Блин, карпишин ушел. Да е-мое, какая гадкая рыба этот карпишин. Так, стоп, а эти куда пошли? Что, весь прежний состав ушел? Остались только правильные люди, набранные по повестке. У-у-у, это значит самое время зарядить последнюю пулю в пистолет и выкатить анонс Mass Effect 4. Да, я не знаю, на кого это рассчитано, вот правда. На тех, кто после Mass Effect 3, после Андромеды, после Антема поверит в то, что ну вот-вот уж теперь так уж точно получится хит. А извините, почему? Потому что нам пока... О, Жнец, Жнец, смотрите, Млечный Путь, Ба, Лиара, Кроган, К... Вам это ничего не напоминает? Например, ну не знаю, новейшую трилогию Звездных Войн, как раз выезжавшую на том, чтобы вставить как можно больше ностальгических моментов в фильм, нет? Не похоже? Как по мне, один в один. Вот просто копипейст. Это все та же сценарная импотенция, потому что творчество, мать твою, это процесс индивидуальный. При участии одного, максимум нескольких человек, небольшой такой камерной команды, сплоченной, дружной команды. Они просто творят, делают свое дело. Один пишет сценарий, другой занимается дизайном, а потом они все думают, как все это совместить. Сейчас, если вы не в курсе, они работают совсем не так. Они каждый элемент носят на согласование. Хочешь добавить какого-то персонажа... Эй, стоп, погоди-ка, ты уверен, что он соответствует всем нашим лицемерным нормативам, нет? Уверен, что он не обидит геев, лесбу, феминисток, фетишисток, средний пол, каждый отдельно взятый из миллиарда гендеров, редгардцев, мексиканцев, поэрториканцев, китайцев, русских можно, веганов, некрасивых, левых, правых, средних, православных, мусульман, католиков, католиков, геев, культ, кто, в конце концов, уверен? Иди подумай еще раз, а лучше сразу засунь себе эту идею туда, откуда ее вынул, да поглубже. И не забудь изуродовать персонажей, эх, тебе раз за это платят, да? Давай, Джонни, валя отсюда. И что, детишки, вы серьезно считаете, что из этого выйдет что-то годное? Вы, извините, в каком мире живете? В мире, где половина хитов последних лет не подвержена цензуриванию в пользу всех названных и еще кучи неназванных когорт? Ну тогда я рад за вас. А в нашем, насквозь прогнившем мире, редкие исключения встречаются аплодисментами, и все, что остается, это молиться, чтобы очередная Кадия не пала под напором небинарных заднеприводных феморитгардцев. И знаете что? Мне стыдно. Мне стыдно за наше поколение. Когда-нибудь эта трихомундия закончится, и наши потомки будут смотреть на эту хрень очень снисходительно, мол, эх, ох уж эти наши деды были такими упоротыми. Столько хитов загубили. Ведь сценарий ты уже не перепишешь. Мы не переделаем тот же Last of Us 2, к примеру. Хотя, почему бы и нет? Компания-миллиардеры, я знаю, вы меня смотрите, бросайте свои ремастеры и ремейкайте всю эту чушню так, чтобы повесточкой там и близко не пахло. Впрочем, мне почему-то кажется, что как только придет мода, когда маятник качнется в обратную сторону, и начнутся уже гонения на всю эту шушеру, а гонения начнутся. Знаете почему? Потому что чем сильнее отклонишь маятник, тем больнее он ударит тебя по носу. Так мне на уроках физики рассказывают. Так вот, когда все это начнется, конъюнктурные авторы ударятся в другую крайность, и тогда уже жди вот эти самые ремейки. А так как любая крайность губительна, ничего хорошего из этого, скорее всего, тоже не выйдет. Но я немножко отвлекся. Че за грустили-то? Не ссыте, ребят. Существует отличный от нуля шанс, что Mass Effect 4 окажется объективно очень качественной игрой, как существует и шанс того, что этот ролик наберет миллион просмотров. Но кто всерьез в этот шанс поверит? Кто вообще всерьез поверит заверениям BioWare? От прежних BioWare не осталось и следа. Последние старички бегут оттуда колоннами. Это теперь совсем иная компания, которой доверие игроков нужно еще заслужить. А доверие штука серьезная. Вот Киберпанк, например, стартовал и стартовал, скажем так, не лучшим образом. Конечно, всегда есть те, кто будут просто гаденько потирать ручки, хихикать, мол, ага, скатились, я так и знал, так и знал. Но большинство все же скажут, да, CD Projekt это было херово, скажем так прямо, да, но ты сделал трех замечательных ведьмаков, ты сделал забагованную на старте, почти неиграбельную, как 80% всех 3А игр сегодня, да? Но все же интересную Кибербанку, мы тебе верим, мы тебя любим, но больше так, пожалуйста, не надо, а то будет ата-та. А BioWare, вот лично я могу сказать только одно, пошел нахер, не подходи ко мне, тебя мертвичины за километр несет, потому что эксгумация мертвых франшиз и напомаживание этих останков вашими руками это надругательство. Конечно, этим я не смогу переубедить тех, кто свято верит, что звезды сойдутся и готовы давать шанс снова и снова. Таких никто не переубедит, даже время не справилось, куда уж мне. Но вот тем, кто сомневается, вам могу сказать, оставьте надежды. Доктор сказал в морг, значит в морг, франшиза мертва, и тот фантазм, что выйдет из-под лапы BioWare через несколько лет, будет лишь формальным асэффектом. Не нужно накручивать себя эмоциями и ожиданиями, вообще не ждите ничего и ни на что не надейтесь в плане игровой индустрии, меньше потом будет разочарования. Вместо этого взгляните лучше на вещи трезвые и бойкотируйте проект. Не покупайте эту дрянь из рук тех, кто так обошелся с наследием. Хотите, купите у веселого Роджера за дублоны, но не голосуйте рублем за. Только такой язык, язык денег, понимают разработчики. Вот вам мой ответ по поводу того, что я думаю о Mass Effect 4. О чем она будет, какую концовку они приняли за канон, мне плевать. Им было плевать на меня тогда, теперь мне плевать на них. Мне все равно, что они там приняли за канон, что стало Шепардом со Жнецами. Устроит вас такой ответ? Не грустите вы так, ну хватит уже, смысла нет, да? Все действительно плохо. Я, как всегда, буду очень рад ошибиться, и действительно, если звезды сойдутся, я первым побегу хвалить игру, уж поверьте, но... Ну, в конце концов, он обещает выпустить ремастер оригинальной трилогии. Посмотрим, как они справятся хотя бы с этим. Но переиграть в оригинал повод все равно будет. Но с поветру детишки, Асха все обращает на пользу. Субтитры сделал DimaTorzok